Сегодня мы немножко поговорим про 117-ю страницу трактата Бавакама. И здесь есть небольшая гада, довольно интересная, которую я хотел бы частично перевести. И тема, которую здесь поднимает Талмуд, это то, что называется Моссер. Человек, который передает деньги евреев неевреям, бандитам всяким или нееврейскому правительству в те времена, которые тоже часто практиковали дикие совершенно способы выбивать у людей деньги. И фактически те, чьему имущество было передано правительству час или разным ракетирам, то чаще всего кончалось дело смертью самих хозяев. И эти люди, вот Моссрим, это была особая категория, к которым относились как к своего рода убийцам, как к керетикам, как к самым плохим из евреев. И в том числе описана вот такая история, что какой-то человек хотел быть Моссер, хотел пойти и передать чье-то имущество, и его случайно убил Раф-Кагана. И пришлось Раф-Кагане убегать из Бавилонии в землю Израиля. И вот дальше эта история, которая описана здесь. У меня был когда-то сосед Раф-Элман, такой Яков Элман, известный человек, он в том числе участвовал в переводе, по-моему, Танаха, Навим и Ктувим, в стиле Рава Арья Каплана, как он перевел Хумаш, тоже издательство, мы знаем, переводило после этого Навим и Ктувим, пророки и писания. И вот он был одним из переводчиков, кажется, это же огромная работа, не просто переводы, нужно очень много знать разных источников. Равия Каплан был очень большой мудрец Тора и очень много мог цитировать, он совершенно невероятное количество источников приводил на любую вещь. Его книга «Живая Тора» очень полезна. А потом они нашли, соответственно, тех, кто продолжил эту работу по пророкам и писаниям. Поэтому это был большой мудрец, и он, кажется, в Ешиво-Университете тоже преподавал, я сейчас не помню, но, во всяком случае, я слышал некоторые его лекции, аудиолекции, и в том числе он подробно обсуждает всю эту Агаду в свете другой Агады в трактате «Брахот» в Иерусалимском Талмуде. И он считает, что это все одна история, просто разные версии. Мы часто знаем точно, что есть две версии одной и той же истории, я уже приводил некоторые примеры, в особенности на уроках по охроне к Талмуду мы приводили, кажется, какие-то примеры из книги, есть в конце комментариев стандартных Бавилонского Талмуда, есть такой мудрец, который в основном приводит источники, где еще есть похожая гемора, «Ефейнаем» называется книга. И часто он сравнивает, и бывает, что буквально, особенно Агады, бывают буквально противоположные. В Иерусалимском Бавилонском Талмуде могут быть совершенно разные версии истории. Но не всегда ясно, может быть, была и та история, и другая. Бывают случаи, когда можно попытаться как-то две Агады принять и сказать, что они не противоречат друг другу, а просто описывают разные истории, которые в разные времена произошли, что-нибудь в этом роде. Но вот, во всяком случае, в отношении истории, которые описаны здесь, и истории, которые описаны в трактате «Брахот» в Иерусалимском Талмуде, Равьяков Эмман считал, что это одна и та же история, описана совершенно по-разному бавилонскими мудрецами земли Израиля. И в том числе, вот, выходит, что именно бавилонская версия истории описывает очень положительно, как мы сейчас увидим, мудреца Бавилонии, что он великий мудрец, и по сравнению с ним, Раби Йоханан, самый большой мудрец земли Израиля, был такой в первом поколении Амураев, Раби Йоханан. Его считается, что он главный вообще мудрец Иерусалимского Талмуда. Так вот, вы сейчас увидите, в этой истории, в версии бавилонского Талмуда, получается, что мудрец Бавилонии как раз оказывается еще мудрее, чем самый большой мудрец земли Израиля. И что все знания его перекрывают, он гораздо более, тоже, как говорят по-насски, шарп, да, хариф. Он на любые вопросы Раби Йохана легко, так сказать, отвергает его логику и задает ему вопросы, на которые Раби Йоханан не может ответить. В общем, вся эта версия истории, согласно Рабу Якову Элману, она типична для бавилонского Талмуда, потому что хочется продвинуть все-таки мудрецов своих, и поэтому вот описывается в таком ключе. Потому что в Иерусалимском Талмуде в той истории ничего подобного нету, там детали совсем другие, но во всяком случае там нет такого, чтобы мудрец из Бавилонии, да, Раб Кагана, оказался мудрее и более понимающим Талмуд, чем Раби Йоханан. Наоборот, там он просто, не попрощавшись, ушел от Раби Йоханана, фактически как Раби Йоханан, не понял, что с ним прощается, когда уезжает. Вот. И там ничего подобного нету, потому что написано здесь. Но, как я сказал, может быть, это было две разные истории, но Раби Якова Элман считал, что это одна и та же история. Итак, значит, история описывается здесь в таком ключе, что приезжает Раб Кагана в землю Израиля, и он принимает на себя, что он не будет спрашивать у Раби Йохана, она никаких кушиот, никаких вопросов к его логике, будет просто учиться от него, а не пытаться с ним спорить. Семь лет, на семь лет он это принял. Значит, приходит он и нашел рейш Лакиша там, который обучает в Яшиве. И, значит, он начинает какие-то вопросы там спрашивать у Рейш Лакиша, и понял Рейш Лакиш, что перед ним большой мудрец Торы, и он передает Раби Йоханану, что пришел из Бавилонии лев. Большой мудрец пришел из Бавилонии. Знай Раби Йоханан, готовься, у тебя будут сложные вопросы завтра. Ну, значит, на следующий день Раби Йоханан восседает на таких ковриках специальных, где, как они предполагают, сидят мудрецы. Так скорее в Бавилонии было принято, согласно Раби Якову Эмману, на таких ковриках сидеть. Ну, в общем, он, значит, восседает важный мудрец Раби Йоханан перед мудрецами Ишивы, и посадили перед ним в первый же ряд, посадили этого Равкагану, потому что уже ожидали, что он будет на любые учения Раби Йохана спрашивать серьезные и сложные вопросы. А Раби Йохан что-то рассказывает. Равкаган сидит молча, как он пообещал. Он взял на себя не спрашивать ничего у Раби Йохана на первые семь лет. И, значит, каждый раз Раби Йохан удивляется, что этот лев оказался вовсе не львом. И его постепенно стали убирать все дальше и дальше от Раби Йохана. Он не заслуживает сидеть в первом ряду, пусть сидит во втором, в третьем ряду. В общем, в конце концов, он оказался в последнем ряду. А Раби Йохан говорит Рич-Лакишу, что, похоже, лев-то превратился в лесу. Знаешь, никакой он не великий мудрец, да, и вовсе он не лев, он как лиса. Так тогда же Раби Йохана не выдержал. И говорит Всевышнему, да будет угодно, чтобы засчиталось мне как будто, да, эти мои семь рядов, за которые меня отправили в ссылку, засчиталось мне как будто я семь лет уже учусь. И тогда он начал возвращаться к тому, что Раби Йохан сказал, и стал у него задавать вопросы. Стал говорить, ну-ка, то, что вы вначале обучали, и стал ему на каждую вещь уже теперь спрашивать. И Раби Йохан не мог ответить на его вопросы. И тогда с Раби Йохана стали из-под него вытаскивать по коврику, да, то, на чем он сидел. Стали вытаскивать по одному каждый раз, когда он не мог ответить на вопрос Раф Каханы. В общем, в Казаказово оказался бедный Раби Йохан на полу. А тогда Раби Йохан был уже очень старый, он плохо видел. И у него были очень длинные уже брови, которые закрывали ему глаза. И он тогда попросил, чтобы ему убрали эти брови, почему-то сам не мог, они там какими-то щипцами. Отложили его брови в разные стороны, видимо, приподняли его брови, чтобы не мешали. И он посмотрел и видит, как Раф Кахана сидит, и, как ему показалось, улыбается злорадно, что он Раби Йохан опустил до земли. А на самом деле у Раф Кахана была не ухмылка его, а у него просто была, может быть, заячья губа или что-то в этом роде. Он просто выглядел, как будто он всегда улыбается. Поэтому Рав Йохан неправильно оценил ситуацию, но так как он очень разозлился, видимо, разгневался на Раф Кахану, что тот так издевается над ним, то Раф Кахана умер. На следующее утро говорит Рав Йоханан другим раввинам, смотрите, что сделал этот бавилонец мне. Они ему объясняют, что у него так просто выглядит, как будто он лыбится. Он вовсе не издевался над тобой. Так вот, они тогда пошли в пещеру, где был похоронен, видимо, Раф Кахану. Они же тогда хоронили не под землей глубоко, как у нас, а просто вставляли тело в такой, как, проход, что ли, под землей. Но были специальные пещеры, и там хоронили людей так, что, в принципе, они могли дышать, если еще живы. Если человек оказывался жив, например, литургическим сном заснул, то если проснется, то он может оттуда вытащить. Значит, подходят они к пещере, где он был похоронен, а там змея около нее. Так они говорят, змея, змея, открой, пропусти, чтобы раввин пришел к своему ученику. То есть Раб Йохан считается как раввин по сравнению с Раф Каханой. Она не пропускает их. Он говорит, окей, пусть зайдет друг к другу, товарищ к товарищу, тоже не пропускает. Тогда он уже скромно говорит, пусть ученик зайдет к учителю, что Раф Кахара для нас как наш учитель. Тогда только она их пропустила. Значит, зашел тогда Раб Йохан, он помолился за Раф Кахану, тот ожил. И он ему говорит, я же не знал, что у тебя такая ухмылка всегда, что, видимо, у него вид, так сказать, зайчьи губы или что-то в этом роде. Поэтому, говорит, я так обиделся вчера. Так вот, возвращайся к нам. А он говорит, только если ты помолишься, чтобы я снова не умер. Если тот больше, видимо, его не накажет, что он, может быть, опять на него в другой раз разозлиться. В общем, если будешь молиться, что я не умру, тогда только с тобой вернусь. В общем, кончилось дело тем, что любые вопросы, как говорится, любой сафик, все, что они были неуверены, они спрашивали у этого мудреца, Раф Каханы, и с тех пор Аб Йохан говорил, что все, что, да, все их знания, так сказать, все наши знания, это от него. Ваш говорит, что это их. В смысле, что все знания, получается, о земле Израиля из Бавилонии пришли. Они из Израиля. То есть, получается, что смысл этой истории, конечно, не обязательно понимать ее буквально, насчет того, что там возвращение минуты к жизни было. Хотя, может, действительно, Раф Кахана был, скажем, потерял сознание, например, и был в литургическом сне или что-нибудь в этом роде, а потом, соответственно, выжил. Но, в любом случае, смысл подобной истории наверняка в том, чтобы показать величие бавилонского талмуда, и что вот мудрецы даже Израиля зависели от знаний мудрецов Бавилонии. Хотя есть места, где и бавилонский талмуд признает приоритет иерусалимского талмуда и знаний мудрецов из Израиля тоже. Данная история, без сомнения, ее цель – продвинуть бавилонский талмуд. Более поздние времена, примерно в X веке, когда еще не все евреи следовали именно бавилонскому талмуду, был такой бен-бабой, который очень продвигал, что нужно только следовать бавилонскому талмуду, а не иерусалимскому. И постепенно, особенно из-за преследований в земле Израиля и из-за того, что основная община была о Бавилонии, действительно был более принят бавилонский талмуд. Сегодня вроде есть только одна группа евреев, которые до сих пор следуют иерусалимскому талмуду, такие рамониоты. Но основные наши законы следуют всегда бавилонскому талмуду, если спорят два талмуда. Хотя рамбам иногда склоняется к мнению иерусалимского, если его мнение более легко объясняет мишну, более простым смыслом. Я уже об этом рассказывал. Окей, напоследок еще одна короткая мишна, это продолжение предыдущей. Помните, обсуждалось, когда человек украл чужое поле и, допустим, какие-то бандиты потом забрали. А теперь спрашивается, а если, скажем, река затопила поле краденое, тогда-таки мишну постановляет Харейшил Халифанеху. Он просто говорит, вот твое поле перед тобой. В смысле, поле бы и так и так залило. Если бы я его не крал, он бы все равно бы залила река. Поэтому я тебе не обязан платить ничего. И хотя тому приводит диспут на этот счет, но Халаха именно так, что если вор украл поле, поле же не убежишь с полем, поле осталось на том же месте, как было. Если теперь затопит его река или какое-то другое случится несчастье, которое бы и так и так случилось, то тогда вор не платит ничего. И на этом мы на сегодня закончим. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк.